Я выступал Аркадий, у меня уже начали складываться, даже рифма появилась. Я в 30 лет знал, что была такая группа интернационал, поэтическая группа, куда входил Евгений Ройзман, Застырец, Юлия Кручеева, она здесь, да? Она была, все время. И еще один парень, который потом... Салават Фазлетдинов, вот он сидит в первую очередь. И Дмитрий Лимбоконник. Ну вот, правда, я подарил Аркадию свою книжку, я веду серию книг «Экслибрис», «Книга о книгах». Вот, люблю читать, прочитаю, потом что-нибудь напишу, обложку сосканирую. И я ему сказал, вот две стихи, которые он нам сейчас читал, очень хорошие, когда книжка выйдет, я с загадом вперед сказал, он мне ее подарит в ответ на мою книжку, и я включу ее в следующую книжку. Потом выходила у нас такая газета, может кто-то помнит, «Куранты», да? Городские куранты. Городские куранты, точно, да. Я там тоже печатался, вот Аркадий там работал. Ну и так далее, и так далее. Это одна линия. Значит, вторая линия вот такая. В этом зале сидят люди, которых, может быть, вылечил мой друг, покойный, к сожалению, Юрий Соркин, врач-хирург. Может быть, кого-то он лечил. Я написал о нем статью, но, конечно, все читать я не буду. Юра был уникальным человеком по многим направлениям. Во-первых, он был коллекционер, и коллекционировал все, что угодно, в отличие от меня. Он, например, напечатал, опубликовал больше тысячи разных заметок. Я говорю, Юра, я, наверное, больше тебя написал, но я не собирал, а ты четко каждую пронумеровал и собрал. Дальше у него лежали в столе три книжки в советское время. И когда в новое время он мне пожаловался, я ему помог. Все три вышли в свет. Он начал писать четвертую. Я не знал, что у него было три инфаркта. Тоже уникальный человек. Четвертый инфаркт его добил. Кто-то из вас следит, у нас в областной газете выходит такая рубрика «Книга судьба» на первой стороне. Я, кстати, всех приглашаю. Мне ведущая рубрики Ирина Анатольевна Клепикова говорит. Говорите всем, чтобы писали. Потому что в каждом номере, еще до конца года, в рамках года литературы. Ну вот, я написал, что мы выпустили книжку «Наш ссорки». Ну, как бы наш любимый ссор. Вот Енесса там печаталась, да? От имени его жены. Вот она тут есть со мной. И заканчивается эта заметка, я закончу свои слова. Оба сына пошли по его стопам, стали врачами. И как-то под настроение, они ему говорят, «Папочка, ну и что ты в конце концов имеешь? Нищую пенсию и три инфаркта». Он сказал, «Меня помнят люди». Может быть, кто-то тут, ну, кроме Енессы, она-то точно знала и писала. Ну, вот такое мое прозаическое, так сказал Касимов. «Ямляется ли это стихами?» Я не знаю. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ